Не, а? Поведешь? Да. Режиссера Анну Асташкину актеры театральной студии «Волшебная страна» понимают буквально с полуслова. История любительского театра из Дроздова началась в 2014 году со спектакля по книге «Светлана Алексеевич. У войны не женское лицо». Эта тема и для актрисы Анны Асташкиной очень важна, а потому, когда пригласили участвовать в новом проекте, долго не раздумывала. Пишет кастинг-директор и спрашивает, Анна, вы готовы к военному проекту? Я говорю, военный, да, это моя мечта, вообще военное кино, потому что, к огромному сожалению, типаж у меня однозначно не вписывающийся в военное кино, и у меня во всей фильмографии есть только один военный фильм до этого, это фильм «Штрафбар». На одну из ролей в фильм, который получил название «Снаряды для девочки», Анну пригласил питерский режиссер Александр Мамыкин. Сложно было именно найти точное лицо, точную фактуру актеров или не актеров, потому что не все из участников актеры. Но когда получился ансамбль, дальше уже было проще и одеть их под образы, и загримировать как нужно. Подробности экранной истории ни актеры, ни режиссер не раскрывают. По сюжету, во время войны бродячий цирк сталкивается с фашистским отрядом, а не Осташкиной в этой картине досталась довольно необычная роль. Я вот читаю сценарий, там прописано «Женщина с бородой». Ну, как интересно. И потом я встретилась с режиссером. Совершенно чудесная история про бродячий цирк уродов и людей. Вот было в Европе такое понятие цирк уродов и людей, где наряду с обычными акробатами, жонглерами, фокусниками выступали люди с какими-то странностями, с аномалиями. Главную роль в фильме сыграла 10-летняя актриса Слава Киселева. По сценарию она спаслась из горящей деревни и прибилась к бородячему цирку, где ее научили жонглированию. Это умение впоследствии должно было спасти жизнь товарищей, когда фашисты заставили ее жонглировать и обещали расстреливать артистов за каждый оброненный снаряд. Антон очень долго искал актрису, которая будет и актером, и жонглером. И вот так получилось то, что через долгое время он нашел меня. Было очень комфортно, уютно. Мы все там сдружились. Вот, было очень круто. Подготовка была долгой, но съемки длились всего пять дней. Актерам приходилось и ходить босиком по снегу, и лежать в холодной воде, и выносить другие тяготы киношной жизни. Все ради того, чтобы максимально полно донести идею режиссера. Подвиг, который совершает вот этот труп бродячих артистов, это такой же подвиг. Он абсолютно наравне с теми, кто стрелял и защищал. Их подвиг он просто не столь заметен. Для меня этот фильм просто стал таким действительно откровением. И я очень рада, что вот первая наша награда в Комсомольске-на-Амуре – это фестиваль «Амурская осень». Фильм планируется к показу еще на нескольких кинофорумах. А Анна Асташкина, раздав задание участникам театральной студии «Волшебная страна», на короткое время вновь оставила своих подопечных. Сейчас она снимается в очередном проекте. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Наталья Буслаева, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok